Круговорот финансов в Ивановской области. Так уж получилось, что в четверг на заседании регионального парламента обсуждались законопроекты, так или иначе связанные с бюджетными средствами. С 1 января следующего года вступят в силу изменения в областной закон о физической культуре и спорте. Согласно ему, жители региона, которые в свое время стали чемпионами или призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы, будут ежемесячно получать прибавку к пенсии. На сегодняшний день 5 человек, таких заслуженных спортсменов области, будут они получать ежемесячное дополнение к своим выплатам около 5000 рублей. Мы будем работать над тем, чтобы увеличивать эту сумму. Проект закона о создании в Ивановской области резервного фонда оказался, пожалуй, самым спорным. Спикер Сергей Пахомов признается, что и сам до конца не уверен, нужно ли это региону. Формироваться фонд будет из остатков бюджетных средств. Наполняемость не более 400 миллионов рублей. На что будут расходоваться эти деньги, пока четко не обозначено. Речь идет о тех остатках, которые регулярно скапливаются по различным причинам, в том числе и по объективным, на счетах, чтобы эти деньги хранились не где-то в заначке у Министерства финансов и у министра финансов, как многие об этом говорят. Да, ну я, естественно, говорю про региональную Ночфина, как многие говорят, что вот там есть какая-то заначка. Вот чтобы эта заначка, если она появляется, чтобы она была прозрачно открытой. Кроме того, с 2014 года в муниципалитетах будут созданы собственные дорожные фонды. Последние два года деньги на ремонт города получали в виде отчислений из областного дорожного фонда. Теперь налоги будут идти напрямую. Примерно 250 миллионов рублей на все муниципалитеты региона. Сегодня 6% от акцизов, которые получал раньше областной бюджет, идут прямо в бюджеты поселенческих муниципальных образований. И 6% будут идти в бюджеты городских округов и муниципальных районов. То есть таким образом, в общем-то, по нашим прикидкам, данная сумма немножко даже увеличит сумму по сравнению с теми субсидиями, которые они получали. И еще важный момент, касающийся уже не дорог, а водителей. Теперь отсутствие дорожной карты грозит во время пассажироперевозок по области штрафом в размере 5000 рублей. Это еще одна попытка законодателей пресечь деятельность нелегалов. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.